Сейчас я уже в первом поколении Тимохалец Екатерины, и она для меня уже не просто спонсор, да, человек, который пригласил меня в компанию Reflame, мы уже фактически с ней, как я говорю, породнились, человек, который, она крестила моего ребенка, она у меня была и свидетельницей на свадьбе, ну, то есть это действительно уже родственники. Я слушала тоже первые дни, и говорили очень многие, что Reflame это не просто как бизнес, да, то есть мы уже фактически тут роднимся уже как родственники. Говорить буду быстро, поэтому даже можете не писать медленнее, просто успеваете, либо в записи прослушаете медленнее, что совсем уже так быстро распространить мне внешне. Ну ладно, я буду стараться, просто эмоции переполняю, хорошо, ладно, постараюсь медленнее, так и быть, поведусь, да, на вашем. Хорошо. И действительно меня впечатлил внешний вид девчонок, и я стала работать активно, я пришла за деньгами. Потом был результат, это директор, через какое-то время, когда у меня уже появились дети, это был уже и золотой директор, и старший золотой, директор дался мне очень сложно, я, наверное, лет 5 не могла выйти на этот уровень, это было приблизительно год 12, год 15, меня уже подкалывали вышестоящие лидеры, говорят, что вечный менеджер, я помню, меня так задела эта фраза, но и тем не менее результат, вы видите, все равно был, важно все равно идти до конца и не сдаваться, неважно, какие препятствия у них есть. Бывало, что так группы разваливались вообще с 15% на 9, и вот, в принципе, когда я делала уровень директора, за лето у меня группа ушла чуть ли на 6-9% с 15, уже никого не было, все разошлись, и я пришла к спонсору и сказала, Катя, помните, что я не воспринимала ее как спонсора, но в тот момент я уже пришла, и я пришла, и я поняла, что все, я не могу сама, мне не хватает моих мозгов, какой-то моей энергии, я пришла к Кате Тиммакалец и говорю, Катя, расскажи, что делать, поэтапно. Вы не представляете, как это тяжело, когда у вас есть какие-то амбиции, вот засунуть их в одно всем известное место, прийти к спонсору, вышестоящему, успешному, который двигается, и сказать, научи меня. И я вот как новичок села с ней, мы обзванивали людей, составляли списки знакомых, и буквально за два каталога, за два месяца, я вышла на уровень старшего менеджера и закрыла звание директора. Тоже одно из достижений, которым я горжусь, это был объявлен корпус, может кто-то помнит, это был 2009 год, проведение, там запускалась система ПРО, система работы именно как команды, создание ключевой команды. Честно говоря, вот именно тогда у меня и появилась ключевая команда, и помню, как мы записывали видео своих мероприятий, это были встречи четвертого уровня, там который раз в каталог проводится. Мы так, как театрализованное шоу делали это, да, у меня федообразование, поэтому как бы оно предполагает тоже это делать. И каково же было наше счастье, когда мы заняли первое место в Беларуси, нам подарили проектор для проведения этих встреч. И насколько было приятно, когда мы вышли на сцену, и нам сказали, что мы команда номер один, у нас тогда было объединение Беларусь-Украина и, по-моему, Молдова, если я не ошибаюсь, будет бум у нас объединение. И мы занимаем первое место среди всех этих трех стран, наша команда. И как главный приз мы едем бесплатно в Египет, может быть, кто-то помнит, это был первый ПРО-Конгресс, может быть, кто-то есть этого ПРО-Конгресса. И мы едем, вот я и пять моих ключевых партнеров, Татьяна, я стараюсь медленнее, пять ключевых партнеров, мы поехали в Египет отдохнуть на халяву. Вы не представляете, сколько было эмоций, сколько было драйва у девчонок, потому что действительно некоторые даже вообще впервые выехали, представляете, за рубеж. И с чем еще хотела поделиться, что меня мотивирует в Арифлейн, почему я в Арифлейн? Вы знаете, меня мотивировало, во-первых, нас научили мечтать. И мне сказали, что можно мечтать нагло. Ну и я решила поставить цель раз в год менять машины. И вот с того момента, как мы поженились со своим мужем, у нас, вот мы начинали с восьмерки, это наша машина, она стоит там рядышком, мои родители. Потом у нас появился Ford Fiesta, это уже для нас была вообще крутая иномарка. Потому что я так гордилась, я помню, уже на права сдала. Потом у нас уже был Renault Megane Scenic. Потом у нас уже, как мне сказал муж, крутая была Аудио 6, это бизнес-класса. Ну, сейчас я смотрю на нее, блин, ну, он сказал, что это круто. Ну, хорошо, круто-то круто. Мне самой очень нравилась Аудио 6, вот такой с кругленькой попкой, которая вот на правом нижнем углу. И для меня было, конечно, вот, я вот, конечно, на ней тоже рассекала. Вот для меня Аудио 6, это была любимая. Вот Citroën C5, в принципе, сейчас у нас и осталась, как-то долгоиграющая машина. Ну и, конечно, машина уже бизнес-класса, это уже Mercedes, не помню, там, ML, что там, не помню, что ли, 450, то ли 400, ну, не помню. Кто знает, я блондинка, как вы понимаете, да, вижу, что это Mercedes красивый, высокий, мне он нравится. Естественно, это, конечно, путешествие с компанией Reflame. Я тоже об этом мечтала. Мне говорили, что здесь это можно сделать, что действительно можно путешествовать. Это первые мои поездки с компанией Reflame. Можно посмотреть, как я обвинялась на протяжении всех этих лет. Первая моя поездка, это был Рим, Италия. У меня тоже уже тогда был уже первый ребенок. Потом это была Мальта, 2010 год. Вот 2011 год я рожала ребенка, да, поэтому я там 2011 год я пропустила, и за счет этого я смогла на следующий год в Швецию в Стокгольм поехать уже с мужем. У нас было две бесплатные путевки, потому что я как раз-таки вот период, скажем так, меня бы не взяли на предыдущую конференцию, скажем так. Потом это был Париж. 2014 год я рожала очередного ребенка, третьего, тоже была девочка. И вот сейчас уже в Мальте, вернее, на Валенсии, в Испании мы уже тоже отрывались с командой. Конечно, после декретного и после троих детей это было классно. Что меня еще мотивирует в Reflame? Мне очень нравится. Это, конечно, красивые платья. Я понимаю, что я бы была, конечно, учителем в школе. На данный момент, учитывая, что у меня хорошее образование, я явно бы уже была заучим. Если бы это был какой-то районный центр, а может быть бы и директором школы. У меня была цель быть министром образования, как минимум, когда я еще не была с Reflame. Ну, то есть уже амбиции какие-то были, да, задатки. И мне тоже очень нравились какие-то платья. Но я понимала, что вот в школу в пол какие-то платья ты особо не оденешь. И куда их одевать, да? В компании Reflame, благо, есть такая возможность, куда выйти в этих платьях, да? Поэтому меня тоже это мотивировало. Естественно, меня не мотивировался, например, Катя Тимоховец, моего спонсора, когда я видела ее фотографии, ее платья, мне хотелось так же. Когда она ездила на машине и на 18 лет купила свою первую машину, мне тоже хотелось. Я думаю, елки, если она, девчонка, вот, 18 лет купила машину, а что ж я такая умная, да, вот такая бедная, да, вот из разряда. Поэтому я тоже приняла решение, что я тоже так же, как она, хочу. Вы знаете, очень многие мечтания, которые вот я тогда хотела, примеряла на себя, как замечательные фотографии, они сейчас у меня осуществились. Почему я тоже стараюсь и вам сейчас очень много показать фотографии. Может, для кого-то тоже это будет мотивационно. То есть не просто сейчас вот похвастаться перед вами, что-то у меня есть и так далее. А для кого-то это будет стимулом, что это тоже может стать вашей реальностью, вы можете тоже это иметь. Ну и опять-таки вот те мероприятия, где, куда мы можем с вами, куда мы можем с вами выйти в этих красивых платьях. Это, конечно же, банкеты. Вот слева я стою тоже с чеком в 3000 долларов. Вот наша команда. Тоже одна из целей, мечтаний, то, что меня мотивировало, это вот так выходить с такими полными корзинами из из магазина. Знаете, это был 2011 год, если не ошибаюсь, я тоже родила второго ребенка. Обратите внимание, на фоне как раз в кадр попала пара. Парень с девушкой, и у них полупустая корзина. Тогда был кризис, когда у нас в Беларуси в три раза обесценился рубль, то есть доллар в стаканул в три раза. И люди действительно, которые раньше выходили вот с такими свежками из магазинов, они уже выходили с полупустыми. Это был факт. Мне было приятно, что я могла себе позволить также продолжать выходить с полными тележками из этих магазинов. Для меня это было мотивационно, что я могу купить ребенку те же игрушки, которые он хочет, то есть то, что он просто схватил с полки, и они объясняют ему, почему мы сегодня это не можем взять. Для меня это мотивационно. Я тоже фанатка шоппинга. Те люди, которые со мной в команде, они знают, что для меня шоппинг, я говорю, если в поездке нет шоппинга, для меня поездка не удалась. Да, ну вот я вот такой шопоголик. И вот даже с первых своих поездок, это, знаете, минимальные покупки, которые мы успевали сфотографировать у меня. Да, это в золотых конференциях чаще, конечно, было. Здесь мы уже команда ездили отдельно в Дубай. Это вообще не смешная история. Тут я вот с чемоданом и пакетом. Но я уже успела один чемодан отправить. У нас получилось так, что мы частями заезжали. Не было места в самолете. И мы кто-то уезжал на день раньше, кто-то на день позже. Я уже один чемодан отправила со своими коллегами, друзьями. И уже со вторым чемоданом летела. Но у меня большая семья. Надо же как-то действительно и хочется красиво детей одеть. Вот этот 2013 год, вот предыдущая фотография как раз-таки. И вот здесь. Вот в этот год у меня... Я путешествую четыре раза в год. И вот именно в этот год у меня получилось, что мы были в Сталине. Мы были вот в Париже, в Болгарии. И куда-то я еще забыла, мы ездили. Куда-то еще, короче, я ездила. Четыре раза в год как раз-таки мы путешествовали. Я очень падкая на признание. Не знаю, кто-то скажет, что это какие-то комплексы и так далее. Но меня это мотивирует. Всякие рейтинги. И вот такие, типа, когда у тебя берут интервью. Вот тоже Александр у нас у меня подкупил с Татьяной. Татьяна брала у меня тоже интервью. Мне это всегда приятно. И, знаете, особенно приятно, когда национальное телевидение. Белорусское активное время приходит и брать все интервью, как у представителя именно сетевого маркетинга. То есть там было без названия компании. Ну, понятно, что на фоне стоят все баночки. Мы, видите, там флаг сняли, потому что нельзя было в кадр. Но понятно, что баночки все реплеем стояли. И вот так позиционировался стиль жизни, какой он может иметь. Вообще молодой предприниматель. Либо вообще женщина предприниматель, девушка предприниматель в Беларуси. Либо вообще, да. Ну, вот я периодически смотрю на ваши комментарии. Мне приятно, что вы комментируете, поэтому мне приятно. Я заглядываю. Это тоже слайд, который я готовила к дню матери. Сейчас у меня трое детей. У меня два сыночка и лапочка дочка. Настолько, естественно, когда два мальчика. Но я планировала троих детей, сразу говорю. Естественно, хотелось девочку. Мне очень многие говорили, если нет девочки, то не знают, будут у тебя внуки или не будут. Просто чаще, конечно, если парни женятся, то их жены увозят внуков своим мамам. То есть ты уже как свекруха, не особо разгуляешься за своими детьми. Ну, тут практика показывает, но в моем окружении это так. Поэтому, естественно, я очень хотела девочку. Сильно бы я не плакала, если бы был бы мальчик. Но вот девочку я очень хотела. И вот, как у всех, как говорится, Арифлэров, всегда мечты сбываются с Арифлэем. У меня родилась девочка. Я, конечно, была безумно счастлива. Ее очень балуют. У нее столько нарядов, вы не представляете. Но учитывая, что трое детей, бывают и вот такие ситуации, что волосы просто встают дыбом. Не знаешь, до что хвататься, не знаешь, куда бежать. И, ну, это разные ситуации. Вы же понимаете, у кого есть дети, ну, это же невозможно постоянно пребывать в любви к детям. И прямо благоухать, не знаю, что мы прям. Любим-любим наших детей. Но иногда их тихо хочется прибить. Ну, согласитесь, кто есть мамы, поставьте плюсы. Если у вас бывает такое состояние, что их просто хочется размазать по стенке. Ну, и у меня, естественно, я нормальная мама, адекватная. И у меня не только, знаете, один позитив в глазах, такой фанатичный. Я, естественно, позитивна. Я максимум стараюсь искать позитива в любых ситуациях. Ну, вот спасибо маму, меня понимают, да, что действительно бывают такие ситуации у каждой мамы. Это однозначно. Поэтому бывают всякие ситуации. И да, представляете, я очень активно работала. Тоже, какими-то наработками я сейчас поделюсь, которые я делала вот до родов девочки, а потом, которые после. Потому что, когда я забеременела девочкой, у меня какой-то нахлыло, я не знаю что, то ли другой гормональный фон, мне вообще не хотелось работать. Ну, вот хоть и тресни. Я вот как только забеременела, все. Вот меня вот как отрезала. Я съездила в Париж, и все. У меня был перерыв. Я что, перестала ходить на мероприятия. Кстати, первая зала ночь для вас, если человек перестает ходить на какие-то мероприятия, потому что у нас было негласное правило. Мы должны быть на всех мероприятиях. Спонсор от компании это не обсуждается. Это правило ключевого бизнес-партнера. И я уже начала. А, ну, вот туда не пойду. Ну, все. Человек сразу же выбивается из системы, совершенно будет другое настроение. Но это я расскажу позже. Про детей продолжим. И я понимаю, что рефлэм мне дает возможность издать очень многое своим детям. У меня вот старший ребенок Глеб, он сейчас 8 лет, в каких только школах раннего развития он не был. Куда мы только его не водили, там тоже на фотках будет. Уже там с этой одежкой, это только последние какие-то фотки. Раньше просто у наших родителей не было особо выбора нас как-то одевать. Сейчас же, блин, вот хотите, вот мама с дочкой похожей одеты. Да, вот мне тоже я тащусь от этого, когда там family style, да. Мне это тоже нравится. Вот, ну, тоже, не знаю, мне кажется, любую маму, наверное, будут умилять такие фотографии, да, вот с таким детенком, красиво одетым там и так далее. Не знаю, я люблю свою девочку. Я понимаю, что у нее пацанское лицо, пацан-пацан. Но когда я ее украшаю в бантике, цветочке и юбочке, у нее даже брюк, честно говоря, очень мало. Потому что у нас, вот, уже нам психолог все время вложила в голову, успешная женщина, это женщина в юбке. Это вам тоже так на заметку. И когда я вот ее вот такую пряжусь, я говорю, ой, какая красавица. Ну, я понимаю, что она пока красотой не блещет, она, конечно, расцветет, и Арифлейм мне в этом поможет. Но вот когда ее так красиво одеваешь, согласитесь, ну, любая, да, наверное, любая, вот видите, красавица. Я же говорю, сразу красавица. Так, уж жаль, что мужчины некоторые не были беременны. Вам, нас не понять. И тем не менее, вы можете использовать мою историю сверху для того, чтобы мотивировать своих женщин. Поэтому я уверена, что бизнес Арифлейм, это бизнес истории, это используйте. Вот старший мой ребенок, и чем только он не увлекался, у нас был и модельный бизнес, мы уже, в принципе, его, там почти уже закончили карьеру, да, в модельном бизнесе. И почти, наверное, какие-то кастинги, и современные танцы. Сейчас мы пошли профессионально, оставили бально-спортивные танцы, дзюдо. Но все это деньги. Вы понимаете, что это не дешево? Я брала лучший клуб по современным танцам, я брала лучшего тренера по бальным танцам, это лучшая модельная агентство. То есть я брала не просто какое-то дешевое, либо бесплатное при школе, да, какие-то вещи, а это лучшее. Меня тоже мотивирует делать своим детям, баловать их. Я уверена, что я понимаю, что это дело не для того, чтобы они мне потом сказали спасибо, да, или потом сказали, вы мне должны, да, вот я вам делала, вот вы мне теперь, как там, кружку чая, или что там, кружку воды, да, подают, там, стакан воды старости подать. Нет, я понимаю, что это для себя дело. И вот на самом деле иногда бывает все равно, допустим, ходить на это модельное, или ходить на эти танцы, или нет. Я понимаю, что мне это нравится, и я готова дарить эту радость своим детям, вот мы в группу постоянно, тут клоунов, то есть всяких там этих фиксиков, и глашаем, вот сонотеем от таких тортиков из мастики, постоянно заказывают уже детям, в зависимости от того, чем они увлекаются на тот или иной период. Мне нравится дарить подарки своим крестникам. Я видела сейчас в комментариях, Дима тоже оставлял комментарии, Дима здесь есть, вот на правой фотографии, Дима Лапко, это мой крестник, и я ему дарила последний подарок, это был планшет, тоже недешевый планшет, мне приятно, что я могу подарить такие подарки. Слева это мои две крестницы, близняшки, это не я коляске дарила, я им принесла тоже полные пакеты, там игрушек, одежды, там и всего. И мне нравится, когда я езжу на конференции, что я могу не только своим детям купить, но и своим крестникам подарить какие-то вещи, да, то есть не для меня это мотивационно. И вот Дима, которому сейчас 14 лет, 15 лет уже, Дима, господи, прости, Диме уже 15 лет, он уже здоровый мужик, он тоже присоединился сейчас ко мне к Арифлей, я никогда не думала, понимаете, что вот я ему предложу, а когда сейчас я запустила онлайн-проект, ему тоже, да, Дима, я вижу, что ты улыбаешься, Дима здесь, он тоже присоединился, он сказал, мне тоже интересно, и он начинает делать. Я горжусь тем, что я ему показываю другую реальность, другую жизнь, что в принципе он сейчас учится в техникуме, и окружение его, знаете, разное, мы с ним разговаривали, и он может пойти по, сейчас у него очень большой выбор, по какой стезе пойти, да, про работу начнем, девчонки, не переживайте, все успеют, и на какой стезе он пойдет, и сейчас у него стоит жизненный выбор, и обращайте внимание на молодежь, они же могут уйти либо по кривой какой-то сейчас дорожке, либо вот по дороге успеха, позитива, вы понимаете, да, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то есть какие-то правильные решения, может быть, он не останется, не будет делать карьеру в рефлей, но сейчас я понимаю, что все у молодежи определенные правильные семинары, которые впоследствии дадут свои ростки, также я опять-таки горжусь тем, что я могу помогать своим родителям, я родителям постоянно покупаю велмос, право нижнему гору, это моя бабушка, которая 78 лет, она живет в Забайкалье, и она тоже с удовольствием пьет наши коктейли, витамины, вы же понимаете, что это деньги, я полностью делаю заказы, я иформляю в Улан-Удэ, и она там на СПУ получает просто оплаченный мой заказ, мне нравится стиль жизни, как обеды в ресторанах и так далее, я всегда позиционирую на стиль жизни, раньше я даже не знала, что можно в ресторан и просто ходить и обедать, ну я подозревала, у меня на это денег не было, я могла бы сидеть с детьми, опять-таки, продукты нового поколения Велос, у меня вся семья цвет Велос, от мала до велика, с самого рождения, батончики мы вообще трущим, не знаю, там невозможно, если не спрячешь, то хана, коктейли каждое утро, витамины, то есть омеги-3, это все полностью тоже мы используем, что действительно продукт нового поколения, за которым будущее, и я хочу, чтобы мои дети тоже были здоровы, ну видите, мы как-то забирали заказ, мы знаем, еще малая была в переноске, мы вот так выходили с сервисного центра, я благодарна возможностям, которые дают рефлэм, общаться с успешными людьми, это мои тоже спонсоры, здесь и Катя Тимоховец, и Яраскины, Константин и Екатерина, тут это местный наш певец белорусский, кто знает, кто нет, вообще спонсорская цепочка у нас достаточно именитая, вы их многие знаете, вот непосредственно сейчас это Тимоховец, Екатерина, Жданин Светлана и Юрий, Гераскина Екатерина и Константин, Бабарико Татьяна Александров, Стародубова Олеся, которая в принципе привезла рефлэм в Белоруссию, потом Галина Вячеславовна Биланова, и потом Алексей Севрук, который тоже выступает сегодня после меня, я когда увидела, ну классно, мы сегодня, можно сказать, спонсорская ветка, я горжусь, что этот человек помнит меня, или Катя, помнишь, как мы менялись с тобой вебинарами, а мне все кажется, что он меня не помнит, не знает, это опять-таки возможность общаться с людьми на золотых конференциях, ну я даже не смысл комментировать этих людей, потому что выбирайте свое окружение, я тоже сейчас фотографии, в том периоде, когда после декрета, я понимала, что мне нужно напитываться энергией, потому что когда уходишь на два года из бизнеса, все, энергии никакой, кажется, ничего не получится, я даже перестала быть уверенной в себе, насколько я такая, ну я бы сказала, некогда наглая, ну я действительно уверенная в себе, я могу кому угодно пойти, что угодно сказать, я понимала, что я теряю эту уверенность, я в этом золотой конференции старалась максимум общаться с теми людьми, которые мне импонируют, которые в какой-то определенной правильной лидерской позиции и в росте, ну опять-таки тоже, какие-то фотосессии, да, вот это меня тоже мотивировало, когда Катя Тимахалец показывала какие-то такие интересные фотки, я тоже сейчас вот наслаждаюсь тем, что мы можем себе позволить, потому что это тоже опять-таки деньги в компании Reflame, мы можем их заработать, и вы знаете, приятно то, что когда-то два года в декретном, у тебя компания также платит деньги, но это еще не только, конечно, заслуга этой компании, что она платит, это я очень благодарна своей команде, которая действительно, я вот в какой-то отпуск ушла в декретном, а команда осталась, и команда была активна, и мы правильно были выставлены отношения, я еще расскажу про свою команду и буду говорить. Как родилась вот та команда, благодаря которой у меня оставался доход в декретном, мне помогали проекты, я сама повелась на такой проект, вот то, на что сейчас можете вы тоже зажигать людей, людям всегда хочется что-то новенькое, какие-то проекты, какие-то запуски, я понимаю, что меня это мотивирует, что мне этого хочется, и я тоже запускала постоянно пилотные проекты, пилотные команды, также Катя Симаховец, когда она предложила, я помню, в Беларусе там совсем что-то, у нас ситуация очень странная была, у нас не было продукции, я не помню, сколько процентов, чуть ли не 90%, у нас были пустые склады, и она говорит, мы собираем пилотную команду, нам сейчас компания предлагает новую систему, я вот сейчас беру там 5 лидеров, и на нашем опыте будет учиться вся Беларусь, вот эта фраза меня вообще, я сразу, чик, включилась, ну видите, я такая сама амбициозная, я думаю, в вашем окружении тоже есть такие люди, вы поймете просто, что им говорить, какие фразы цепляют, на нас будет все равняться, ну вот так, я понимаю, что бегусь так на эти вещи, это вообще, в конечном итоге, я тоже стала создавать, ускоряйте слух, я создавала такие же команды, пилотные, делозапуски, вот та команда, которую я создала, девчонки, ко мне присоединились, и пошли за мной, вот они сейчас до сих пор со мной, это люди, которые включились в пилотный проект, в пилотную команду, вы можете под любую, любую тему, любой проект, на заработок, к Новому году, к 8 марту, к лету, на море, чтобы вместе поехать, любую тему, набирайте, набирайте команду, мы, помню, я нашла какой-то старый мир Арифлейн, назвали это «Золотое лето», это был не 2007 год, это просто обложка мира Арифлейн, у нас был вот такой проект, и были очень хорошие результаты, кто-то с нуля там вышли на уровень менеджер, девчонки, кто-то впервые поехали путешествовать, кто-то купил квартиру, девочка, у меня вот Яна Партенко, директор, она уже купила квартиру, сейчас на данный момент и машина, то есть это вот те люди, которые стартовали в том проекте, и вот через вот эти проекты вы создаете, формируете свою ключевую команду, с кем вы будете работать, очень важна команда, я понимаю, что если бы не было таких командных вещей, вот система PRO в этом плане мне дала очень хорошую базу, я вижу, сейчас очень многие отходят от нее, я рекомендую вам вернуться к старым источникам, к старым записям, масса видео везде, масса литературы, которую можно скачать и использовать эти методы, они работают и сейчас, неважно, где вы, оффлайн работаете, через онлайн работает, это все работает сейчас, что я делаю для поиска в этой создании ключевой команды, во-первых, это массовые рекрутирования, неважно, какими методами, я уверена на 100%, работают любые методы, методы, важно ими просто работать и давать ввести статистику, усовершенствовать, может быть, как-то менять какие-то вещи, чтобы это действительно было эффективно, ищите вот этих людей, которых вы нарекрутировали, пригласили в команду, ищите ключевых бизнес-партнеров и кандидатов в ключевых бизнес-партнеров и начинаете им даже с нуля диригировать. Как мы это делали? Слушай, вот еще появился, слушай, а ты можешь на дне команды, у нас вот раз в каталог, это встреча 4 уровня по системе PRO, называется у нас день команды, как итоги каталога, это то же самое, да? Ты можешь, слушай, постоять на входе и там пораздавать анкетки, а кто у нас вот как-то не хватает людей, ну или там все заняты на действие, а можешь на тестинге вот постоять, рассказать, что ты так хорошо там рассказала про сей и новейш, можешь вот на тестинге постоять и вот тоже самое людям порассказывать. Ну вот что-то такого плана. Мы даже с нуля начинаем диригировать, чтобы человека вовлекать, да? Работаем командой, у нас постоянно, у нас очень четко уже диригируются все вещи на... Мы, допустим, вчера у нас был день команды, мы сразу же идем всегда в тот 15 команды в ресторан, в ресторане садимся, обсуждаем, что было хорошего для команды, что хотелось бы улучшить и сразу же расписываем в следующий день команды. У нас очень четко в команде уже распределено. Все делаем вместе, но не вместе. Это касается вашей работы с новичками, с вашей командой. Мы вы как только не работали. И на промостойках, и вот с директорами, вот эти директора, вот это моя директора Риско Виктория, Яна Портенко, это вот те директора, которые, основная моя надежная опора, с кем я, может, сидела в декрете, скажем так. Благодаря этим девчонкам действительно я квалифицировалась на золотую конференцию, так бы не было квалификации в Валенсию. Поэтому я очень благодарна и готова тоже очень много вложить в их бизнес и оказать им помощь, потому что в свое время они поддержали меня, когда мне было тяжело. Вика Виктория, чуть ли не моим уже секретарем была, насколько она мне помогала, когда я была устремляя детьми и беременна. Это была новая команда девчонок. И вы знаете, тоже эти девчонки так интересно, так хорошо стартанули, дошли, мы по уровню 15-18%, так достаточно быстро. И я приезжаю из Парижа, и они мне говорят, как ты знаешь, мы уходим в другую компанию. И я очень благодарна, что они мне сказали это в лицо, потому что очень многие каким-то тихим сапом где-то там потихенечку уходят. Я очень благодарна им, что они мне сказали правду в глаза, они мне сказали, мы уходим в другую компанию. Это была явная финансовая пирамида, я пыталась, конечно, там показать это. Сейчас я даже, не знаю, где они, я все равно с ними в хороших отношениях, и я все равно буду предлагать возможности Алифлеем. И вот тогда, наверное, тоже после Парижа, помните, я приехала беременна, и тут еще эта команда, и что-то я, наверное, подрастроилась и решила, наверное, уйти в декретный, наконец-таки в один из трех. После других декретных я не уходила вообще, я работала и до родов, после родов и так далее. Как мы быстро выращиваем эту команду, и в принципе то, что я делаю сейчас, но сейчас я делаю это больше онлайн. Сейчас мне не очень удобно ездить в офисы, я свой офис оставила Виктория Рецко, она сейчас там полноправная хозяйка, это стул, который мы открывали в Минске. Я сейчас фактически работаю дома, и мы делаем то же самое, только онлайн. Раньше это было живьем, сейчас мы это делаем через интернет. Система та же. Это ежедневные встречи, бизнес-встречи, возможности Reflame. Я буду расшифровывать аббревиатуры, для кого-то мы будут незнакомыми. Презентация возможности Reflame ежедневно. Как у нас было раньше, это в офисах постоянно фиксировано в 6 часов, так у нас сейчас в 7 часов онлайн ежедневно есть презентация нашего проекта, я расскажу тоже про него. Еженедельные планерки с ключевой командой. Постоянно у нас были, сейчас то же самое мы проводим через Skype. Дни команды, раз в каталог, я вам уже говорила, что это то же самое, что встречи четвертого уровня, либо итоги каталога, кто-то называет это праздник каталога. Это вот фактически по наполнению это то же самое. Мы там говорим про, вот по структуре мероприятия выглядит так. Начало, это всегда идет продуктовый блок, мы даем либо какие-то, ну, зависит от того, какая неделя каталога у нас получилось снять зал, мы даем либо анонс стадион следующего каталога, либо делаем акцент на текущий, чтобы увеличить продажи в текущем. То есть продуктовый блок, его чаще готовят у людей уровнем менеджер. Второй блок, это всегда зарабатывать деньги. Там всегда выступают люди, которые уже действительно умеют грамотно, ну, там даже не столько продажи, сколько все-таки бизнес. Это чаще директора, либо уже такие старшие менеджеры, скажем так. Менеджером мы редко диригируем, когда действительно это сильный менеджер. Продуктовый блок мы иногда даже даем новичкам, которые вот только пришли, мы видим хороший результат, и человек говорящий, да, вот есть люди, которые умеют выступать, есть некоторые не умеют. Ну, если приходит учитель, он, скорее всего, он уже умеет выступать, да, у него уже есть этот навык изначально. Поэтому мы делегируем. И третий, обязательно в Элбос блок, в миджет-продуктов он всегда идет. И четвертый блок, это получать удовольствие. Чаще его проводят вот те люди, кто путешествует, ездит, это выпадает чаще мне, либо девчонки, допустим, куда-то там съездили, или какое-то у нас мероприятие, мы тоже показываем, как можно не только зарабатывать, но и получать удовольствие в компании Reflame. Это вот четыре блока, которые у нас есть фиксированы. Всегда проводим розыгрыши. Розыгрыши у нас есть для тех, кто делал любой заказ. Ну, это первый повод пригласить человека на день команды. Потом есть отдельный розыгрыш для тех, кто премьер-клубик, тех, кто делает от 100 баллов. Все, кто делает у нас 250 баллов, мы всегда на каждом дне команды, мы дарим им либо ананас, либо бутылку шампанского на выбор. Да, и сразу видно, кто Wellness, да, кто не Wellness. Да, у нас есть люди, которые регулярно с бутылкой шампанского уходят нашего дня команды. Всегда у нас есть тестинг-стенд, то есть люди приходят. Всегда есть анкета для обратной связи. В каждой анкете мы берем рекомендации, приготавливаем 5 ваших знакомых, кому было бы интересно оформить дисконтную карту. Обязательно вопрос о том, какое ближайшее мероприятие вы бы хотели посетить, и там есть название этих мероприятий, которые у нас есть ближайшие, они ставят галочку. Мы берем обязательно e-mail, есть ли они в контакте в одноклассниках, мы чаще с этими социальными и социальными работаем, есть ли у них Viber, для того, чтобы включить и для коммуникации. Это вот какие-то фишки, которые вы тоже можете взять и использовать уже в своих командах. Я думаю, что многие, ну, знают уже эти какие-то вещи, но для кого-то, может, это будет новое. Это лидерские обучения постоянные, сейчас у нас тоже видео-вебинары, в Верлос-клубы, я тоже сейчас расскажу вам потом, как я запустила сейчас это онлайн, потому что сама решила снижать вес. Вы видели по фотографиям, что я в разном весе была. Тогда мы только начинали вводить вебинары, сейчас у нас каждый день по несколько вебинаров. Мы посещаем все семинары и обязательно запуск какого-то проекта. Помните, для того, чтобы была пилотная команда, любое название придумали красиво под любую акцию, которая у вас есть. Тогда еще, когда я вывернила вторым ребенком, я поняла, что у меня, наверное, будет чуть меньше времени, чем обычно. Я начала создавать сайт, но потом поняла, что это был не рекрутинговый сайт, это был сайт для работы с командой. Ну, как-то потом меня сразу не поддержала вся команда, загорелись сначала, потом остался он на одной мне, и сейчас этого сайта уже нет, честно говорю. Я понимаю, что для меня сейчас активнее и эффективнее работа в социальных сетях. И на данном моменте я даже не знаю, восстанавливает мне сайт этот или нет, но вот был такой опыт, мне нравится, даже я блондинка, которую знаю HTML-код, я научилась сама его делать, я его делала сама. Вот, может быть, кто-то помнит, может быть, лидеры здесь есть, кто когда-то были. Сейчас есть... Мы запускали ГУР онлайн, то есть у нас было открытое мероприятие, у нас даже люди были с разных стран, с разных городов, сейчас мы это сделали закрытое, сейчас только для нашей команды. Вот, первое я запускала, помню, онлайн, потому что у нас до этого были только в офисах ГУРы, они тоже... ГУРы – это группа ускоренного роста, я эту идею связала у Хвостова, когда мы ездили на Орифлешку в Рязань, и вот я благодарна вам тоже за эту идею, у нас это уже в системе на раз 2011 года, и это система, которая выращивает нам новых менеджеров и директоров. Всю коммуникацию с командой мы поддерживаем либо через социальные сети, либо через Вайбер и так далее. Ну, вот я вам говорила, наступил такой период, когда я вот там немножко, скажем, загнулась, да, вот ушла вот эта команда людей, я думаю, что у каждого был период в Орифлэйм, я думаю, вы меня поддержите, и поставьте единички, у кого вот был такой период, когда вот хотелось все бросить. Все, нахрен этот Орифлэйм, все задолбало, надоело этот спонсор, блин, это тебе вечное обучение, да, вечно давай-давай-давай, давай 7500, и тогда он вот достал, вот уже вот тут в печенках. Я не стесняюсь этого говорю, потому что некоторые лидеры говорят о том, что у них никогда такого не было, что они никогда не хотели уйти с Орифлэйм. У меня, наверное, было три раза, когда я хотела уйти вообще из Орифлэйм. Первое это было, когда я не могла на уровень директора выйти, мне уже хотелось вернуться обратно в школу, и хотелось бы все дома, все доставать, наверное, не получается. Ну вот, хреновый из меня директор, но благо спонсор был рядом, да, предложил мне этот проект пилотной команды. Второй раз мне это хотелось уже даже на уровне золотой директора. Вы представляете, я не помню, что у меня тогда тоже климануло, но вот что-то тоже у меня климануло тогда. Ну все, она для этого все зарубало, да. Вот одна такая усталость, профессиональное выгорание, профессиональное выгорание, на нам наступает в!" И вот третий был период, когда я, наверное, в эти два года не была. Если у меня было какое-то очень крутое какое-то бизнес-предложение, я, может быть, вообще бы ушла бы с Reflame. Я даже родной девчонке, она у меня тоже занимается на ИП, тоже там интересно, должна у нее быть бизнеса. И она мне предложила это, наверное, в сентябре. И если бы не предложила это год назад, я, может быть, ушла. Сейчас я не на П-волне. Я сейчас понимаю, хотя я знаю, что есть деньги в Reflame, что система работает. То есть у меня это есть понимание четко. Ну, где-то какая-то усталость, она есть у каждого. Вот важно в этот момент не сдаться. Если вы уйдете в традиционный бизнес, уйдете на традиционную работу, ну, не будет, там легче, ну, не будет. Это однозначно, да. Я просто себя взяла в комочек, скажем так, в кулачок. Я думаю, надо что-то делать. То есть я же, в принципе, шлидер, я же понимаю, как правильно надо. То есть осталось только делать. И вот самое страшное, это не снова не получится, а вот самое страшное, больше не буду пробовать. Вот это, наверное, самое страшное. Это действительно вот эта фотография, я ее взяла из старой презентации, ну, я ее так тогда не видела, вот этот слайд. Сейчас я понимаю, что ты действительно как обрастаешь этой паутины. Ты грязнешь вот в этом быте, ты вот с этими детьми, там, панкерсы, горшки, ну, молодая мама, я пойму, да, вот эта вот фигня ежедневная, да. Я, я вот тут, я не знаю, как, ну, мама, наверное, или вообще кто были, то я там мамами уже сейчас, либо папа, я думаю, тоже меня поймут, и вообще не видят своих жен. И вот начинают вот эти сальными волосами, треники, джинсики, да, и так далее. Вот они вот так вот, вот некоторые и остаются в этом образе. Я понимаю, что я так не хочу. Я не хочу даже быть в этом весе, который у меня. Но у меня там не такой большой вес был, у меня 61,5, но я себя чувствовала жирной коровой какой-то, понимаете. Но это реально, у меня там там жирок висел, там жир там-то не висел. И я понимаю, что я не хочу так. Это еще не откровенность, Нелли. Я еще потом, еще может, ой, Нелли, я же вас знаю. Мы, по-моему, с вами на Орифлешке были, да. Я вас помню хорошо. И вот, знаете, вот здесь вот эта паутина заворастаешь. И я думаю, ой, елки, ну, надо как-то из этой паутины вырываться. И я начала делать, ну, надо делать хоть что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь, да, хоть, знаете, как тоже есть такая вот эта фраза, да. Если не можешь идти, надо бежать к своей цели, если не можешь бежать, хотя бы иди, не можешь идти, так хотя бы там ползи, не можешь ползти, так хотя бы ляг и лежи в ее направлении. Ну, то есть я поняла, что надо хотя бы лечь в направлении моей цели, да. Я понимаю, что я стопа сижу в социальных сетях. Я сейчас смотрю, многие молодые мамаши сидят в социальных сетях, и они, вот, мне там, что там, я просто не в курсе, там кто-то ей там подарил там какой-то замок, кто-то ей подарил елочку, а она там игрушки на елочку собирает. Вот такая вот фигня. Ну, честно, я по-другому это не могу назвать. Я тогда, что она топа сидит, играет в игры. То есть она не детьми занимается, она прикрывается детьми. Я в декрете, я там, как он знает, да, я с детьми, я не могу. А на самом деле она топа сидит в игры, играет, и там ребенка, наверное, ногой или рукой отпихивает, да, типа, отойди отсюда, да. Вот, как минимум, зарядку надо делать, я еще никак не могу до зарядки дойти, Сергей, я обещаю, что начну это делать. Я пока вот до физической нагрузки что-то никак не добью. Ну, это все впереди. Надо постепенно внедрять в себя. Я понимаю, что я сейчас на таком подъеме, меня так колбасит, но я думаю, вы чувствуете, да, то по энергетике, по темпу речи это слышно все. И вот эти мамашки, они сидят, вот детей отпихивают, я не могу, я не могу, у меня дети. Она сидит, отпихивает их, в компьютерные игры играет. Я думаю, ну, я же тоже сижу в социальных сетях, я переписываюсь с кем-то, тоже какие-то игрушки там может игра. Надо же вспомнить время как-то. Ну, что, в чем я колбасит? Мне нравится работать через интернет. Мне нравится это. Да, дальше Ари повесить на желочку, да, да, да. Вот это проект, правильно ли? И мне колбасит, надо начинать что-то через интернет делать. Я начинаю уже копаться. Я понимаю, что это уже давно, это уже тема, уже с 2019 года, я уже, мне уже тогда Артем Богданов учил, я у него училась, тому всему. Я ему тоже за это очень благодарна, что мне тоже определенное видение дал. База очень хорошая, правильно тоже с отношением, поэтому если Артем где-то Богданов есть, вы передаете ему привет. Мне очень много его научил. И я понимала, что надо что-то делать. Я думала, что мне колбасит это на интернете. Вот в офисе я пока не готова, такая жирная, толстая, 61,5 килограмм, да, смешно, да? Ну, вот мне вот, в моем образе это было жирная, толстая, мне даже, ну, выйти мне еще нормально, у меня даже платья красивого нет. Ну, что такое некрасивое выйти? И я понимала, что надо что-то делать. Я начинаю в интернет. И я думаю, надо худеть, во-первых. Я понимаю, что для меня это, у меня уже был такой опыт. Для меня это хорошая wellness-история. На этой wellness-историю пойдут люди, это однозначно. Я сделала похожие фотографии, скажем так, которые, ну, со всеми, что весь жирок был виден, да? Я думаю, начну худеть. Я думаю, а что худеть одной, что дурная, что ли, правильно? Я думаю, надо на это дело собрать тусовку, пилотную команду, да, типа того, да? Я собираю пилотную команду, и девчонки, ай да, кто со мной. Причем неважно, консультанты, не консультанты. Я просто создала группу страняшки, она вот есть в ВКонтакте, и она открытая, я там не призываю всем покупать рефренд, я просто показываю своим примером, да? У меня есть девчонки, которые на похудели без wellness, да? Вот другой вопрос, мы посмотрим, будет ли у них вес прибавляться обратно или нет, да? Это что же вопрос такой, что они тоже там по 6-8 килограммов. Сейчас у меня 7 килограммов на данный момент, с 1 сентября мы похудели. И я допустила, вот мы сделаем вот эту группу страняшки, я начала бесплатно проводить вебинары, это та же wellness академия, по большому счету записи всех вебинаров есть там у меня тоже в группе, можно и брать, делить. Ну, смотрите, неплохой вроде бы результат. Я думаю, что если вам понравился результат, поставьте 2, да? Ну, где я вам, как говорила, да, вот на животе эти вот жирочек и так далее, да? Здесь, ну, уже более-менее уже в хорошей форме, я уже слаживаю 36 маркировку, это круто, да? Для меня это было, знаете, я всегда говорила, ой, как это в 46-м размере, как коробочка ходишь, девчонки, ну, себя ощущала так, девчонки, наверное, смеялись, потому что большая часть людей это вообще считается стандартным, вес 46, но это были мои ощущения. Поэтому я хотела, мне нужна была wellness история, понимала, что на этом буду двигать могу wellness-продукты еще раз, у меня это было, кстати, трое родов, да? При таких есть фотографии, я уже по каждому роду набираю очень много, а там по 20 килограммов. И вот сейчас я вот тоже продвигаю wellness. Мы стали первой командой сертифицированной Life Plus, мы стали сейчас позиционировать wellness, и на мою личную историю стали приходить люди и в команду. Прихожу к ортодонту, я сейчас поставила брекеты на старых телец, захотела красивые белые ровные зубы, и она говорит, ой, блин, Катя, как ты, говорит, постройнела? Я говорю, да, да, за месяц было 4,5 килограмма, ну, ты же, наверное, там пьешь свои эти коктейли? Я говорю, ну, конечно, пью. Поэтому личный пример, настолько он и хорош. И она говорит, слушай, ну, давай, наконец-таки и меня зарегистрируйтесь, и кто-то рассказывал про коктейли. Она говорит, давай, меня, мою медсестру, и они сейчас вот тоже решили стройнеть. И все, первый вопрос, как ты, наверное, ничего не ешь? Я говорю, да вы что, ем каждые 3 часа. Вот это для людей вот самая главная фаза, что есть можно, да, потому что все побольше, что это ничего есть не надо, да. Вот, поэтому это тоже меня мотивировало. Что еще мы сейчас делаем? Мы сейчас запустили онлайн-проект «Золотой экспресс» вот под эту идею на юбилейную конференцию в золотых званиях, да, как минимум, да, то есть для новичков, которые приходят. И мы запустили тоже ежедневные как раз-таки презентации в 19.00 у нас постоянно есть обучение и тоже начали приглашать людей через онлайн. Где-то я приглашала знакомых, где-то как. Я сейчас еще покажу какие-то фишки, там тоже, ну, личными сообщениями. Я думаю, что вот это все есть вот на Ютубе, на моем канале тоже какие-то вещи. Я прямо рассказываю, как мы там, там не очень много сейчас видео на эту тему, но я буду каждый день выкладывать, не каждый день, регулярно выкладывать видео, где можно будет об этом почитать. Про удаленную работу, да, там просто по картинкам мы хорошо работали, там туалетная вода в подарок, ставь плюс, очень много было регистрации, народ хорошо регистрировался. Просто рассылаем видео, если люди не могут прийти на презентацию, тоже хорошо работает. Правда, видео длинное, видите, следующие 51 минут, у меня там есть 40, ну, надо как-то уезжать до 10-15 минут, это просто запись выгодна. Ну, по крайней мере, пока у меня тоже до этого руки не дошли, и я понимаю, что это работает. И вы знаете, я понимаю, что на данный момент очень важно, какой у вас бренд. Вы просто спамить, спамом заниматься, ну, вообще неэффективно, блокируют только так. У меня даже не спамили, кто блокирует, если он идет на неделю, вот уже на меня Александр, Бог на меня выйти, да. Как построить личный бренд, тоже выбрать свое направление, в какой нише вы будете развиваться, и на кого будет рассчитана ваша страничка ВКонтакте. Либо вы будете рассчитаны на клиентов, на покупателей, либо вы будете искать бизнес-партнеров, и у вас будет как страничка ориентированная на бизнес. От этого вы будете строить свой профиль. И отслеживать обязательно результаты, смотреть в аналитике, статистике, как идет, продвигается ваша страничка, как идет посещение. Вот разные примеры профиля, как можно оформлять. У меня иногда тоже интересно, так смотришь на некоторые профили, думаешь, легкий, но этот человек предлагает бизнес-рефлейм. Иногда бывает стыдно, бывает наоборот, круто, блин, я тоже так хочу такую страничку. Здесь видна разная ориентация людей на разные категории людей. Слева это явно на продукт, но вот видите, работа там может быть не совсем у меня, с того, что это вот картинка, и тем не менее, это вот девчонки тоже делали, вот уже одна из наших лидеров, она сейчас живет в Турции, вот в середине ее профиль, Юлия Макаренко-Черебаш, она вот уже позиционировала как на стиль жизни, на поиск учебных бизнес-партнеров. И вот девочка, у меня тоже молодая мама, которая тоже пришла только в проект, у нас не так давно есть уже первые результаты, а у меня, естественно, позиционирование на молодых мам, на семейный образ жизни и так далее. Работа в социальных сетях, мы используем такие определенные фишки, репрезентацию я заимствовала у компании, нам она сейчас давала на саммите будущих президентов, у нас в Беларуси прошел восьмой саммит, и нам повезло, он проходил в Вильнюсе даже, нас даже компания вывозила за границу. Создавайте странички в своей социальных сетях, их можно иметь несколько, их даже нужно иметь несколько. Приглашайте своих друзей, заводите новых друзей, наполняйте страницу содержимым, оставляя посты по теме, в зависимости от того, какое направление вашей странички, и как вы позиционируете свой бренд. Собирайте лайки, все, кто лайкает, это ваша целевая аудитория, связывайте с каждым, предлагайте дружбу, и предлагайте либо возможности бизнеса. Я, естественно, никогда вновь не предлагаю, тоже у меня есть подробное видео на YouTube, можно посмотреть, как я прямо переписываюсь с человеком, прямо с нуля. Ну, и по целевой аудитории, вы видите, да, когда выкладываешь какие-то бизнес-фотографии, видно, сколько лайков, даже не так много. Когда выкладываешь с детьми, да, в какой-то одежке, или там поехали петь и танцевать, да, там награды какие-то малого, первое место, больше лайков, я понимаю, значит, соответственно, на моем аккаунте, какая целевая аудитория, это, естественно, молодые мамы, мамы тоже с детьми, и у меня большая часть, конечно, аккаунта, я вот, конечно, рассчитана на целевую аудиторию. Ну, по поводу вот этих аккаунтов, я даже привела примеры, когда мордочки животных, цветочки, либо иногда более вольготные такие позы, я просто случайных людей взяла, они у меня просто в группе есть, это красивые аккаунты, да, но это не как бизнес-аккаунт, допустим, если вы позиционируете бизнес-арейфлей, это красивый личный аккаунт, но не бизнес-аккаунт. Поэтому тоже вот эти рекомендации используйте, отслеживайте, чтобы действительно позиционировали правильно. Вот здесь некоторые рекомендации, что стоит делать, что не стоит. По поводу добавления всех друзей, вы знаете, я тоже когда-то этим увлекалась, чтобы просто всех подряд, там, накручивать в группе, там, добавить друзей, я думаю, вы знаете, все эти какие-то эти годы, сервисы эти, но ничего хорошего это особо не дает. Почему? Потому что там не всегда ваша целевая аудитория. Вы нагоняете количество, вы в поиске выбиваетесь, да, первыми, там, допустим, либо в первых числах. Но это не ваша целевая аудитория. И выхода, выхода какого-то особо нет. Поэтому смотрите, работайте на свою целевую аудиторию, и все-таки хорошо, когда это живые. По группам, по форумам работать. У нас вот тоже Вика Аграварова, тоже молодая мама, она как раз-таки работает через блоги, форумы, и вот тоже приходят девчонки. Но у нас уже есть, допустим, условия, все, кто в онлайн-проекте, они получают доступ к нашим там шаблонам, к нашим материалам, они получают только после размещения заказов. То есть без заказов, я тоже не работаю. Естественно, важно быть очень активным. Составьте для себя список сайтов, где вообще вводятся ваши целевая аудитория. Если вы такие мама, я, естественно, вам сегодня рассказываю про молодых мамаш, и вы можете точно так ее рассказывать. Заходите на эти сайты, грамотно комментируйте, не просто спамить где-то там ссылочку на себя и так далее, а давайте отдельные советы. Сейчас очень ценится полезная информация, которая бесплатна. Но вот на это люди идут. Когда иногда мы влог предлагаем, даже вот эта у меня там картинка, удаленная работа, она тоже мне очень сильно работала, могу сказать. Она больше срабатывает, когда мы более откровенны. Некоторые, честно говоря, меня очень осуждают. Не то, что так интересно, они рассказывают девчонки, зачем она выкладывает своих детей, зачем она тогда все это показывает. И тем не менее, они смотрят на их страницы. То есть, они не у меня в друзьях, это друзья моих друзей и так далее. Но они сразу смотрят, они наблюдают. Кому-то это нравится, кого-то это мотивирует, кого-то это зажигает. А кто-то, наоборот, уходит в депрессняк и так далее. Но я ищусь от насильных людей, мне это интересны сильные люди, которые, я думаю, вы тоже здесь присутствуют, и сильные люди. Я думаю, что вас тоже это смотивирует, что можно даже через два года вот такого перерыва и веряли в депрессняках, а еще не хотелось, хотелось плакать, потому что была еще очень тяжелая жизненная ситуация. Я тоже, ну, чтобы быть до конца откровенной, мне третья девочка тоже нам через полгода нам поставили диагноз. У меня девочка родилась глухая. Вы знаете, если бы не Арифлейм, я бы ушла бы в такой депрессняк, вы не представляете. Я бы просто, наверное, не выкрутилась бы от этого. Я бы не ушла от этого. И вот благодаря тому, что у меня была призембаза, были мозги, я понимаю, смысл мне сейчас убиваться, смысл мне сейчас вы там что-то делаете, если я не могу изменить ситуацию. У меня красивая девочка с руками и ногами. Да, мне слышат. Сейчас есть имплантации, проимплотировали. Я знаю, что здесь присутствует девчонка. Я просто не спрашиваю, как вы думаете, стоит про это говорить или нет. Они говорят, да, скажи. И я думаю, что для них это тоже, я понимаю, это огромные деньги, чтобы вложить это в ребенка. Я благодарна компании Арифлейм еще почему. Первое, почему нам помогли, мы сделали одну операцию бесплатную в Беларуси, можно только на одно ухо делать. Мне помогла это сделать мой директор. Мой директор компании Арифлейм, которая мне помогла поднять определенные связи, и мы сделали эту операцию в 8 месяцев. Это была самая маленькая, половина имплантированная девочка в Беларуси. В Беларуси нас в газетах и по телевидению показывают. И второе ухо, благодаря Кате Тимоховец, мы наши спонсоры, и он нам помог сделать второе ухо операцию, мы сделали в Польше. Чем я девочка слышит, она уже с 9 месяцев, и с года мы полностью слышим. И эта операция стоила 26,5 тысяч евро. Вы представляете, я понимаю, что это всего лишь бумажки, резаная бумага, но у меня их нет. И я могу решить проблему от ребенка, у него нет этот денег, даже если продать все мои машины, квартиру, у него не хватит этих денег. Вы понимаете? И находится человек, который просто приносит, ой, ну это у меня аж мурашки по коже, он просто приносит, и не просто, кто-то там, его друзья, кто-то перечисляли денег, кто-то доволналом, а порядка там 10-15 тысяч евро он не просто положил в сумочку. Просто положил в сумочку. Давайте где-то что-то распишусь и так далее. Да, Валя, спасибо, ты меня понимаешь? И я понимаю, я до сих пор я настолько благодарна и Кате, и этому мужчине, это, я не знаю, надо в ноги клянуться. Я понимаю, это действительно благотворительность. Я говорю, как я могу вас облагодарить? Он говорит, никак. Благотворительность, это просто жест. Я просто хочу это делать. И вот именно Арифлей, именно моя команда, которая вот в тот момент, они вот держались сами в фокусе, у меня не падало звание, у меня был доход, я смогла это решить ситуацию. За полгода в ноябре прошлого года и мы уже в июне мы все сделали. Вы представляете, насколько надо было вот иметь эту силу, чтобы стать из этого всего. И не сидеть сейчас малой, я специально вызвала маму, у меня сейчас мама сидит с ребенком, что с ней надо регулярно заниматься. С ней надо постоянно говорить. С ней постоянно, постоянно. И тогда она пойдет в обычный сад, в обычную школу. Это девочка, которая слышит, это обычный ребенок. Поэтому я у меня всегда в порядке, потому что у вас падают эти аппараты, но я их заказываю каждый раз новые на ebay, потому что они нам, всем спасибо, отдают бесплатный аромат, аппараты, но они огромные. Они маленькому ребенку оттягивают ухо. Я купила малюпасенький, хорошенький. Ну, не малюпасенький, но все равно. Относительно того малюпасенький. И я хочу, почему я тоже сначала думала, говорить, не говорить, потому что, вы знаете, многие этим прикрываются. Они говорят, у меня ребенок инвалид. Я даже не хочу это слово произносить, потому что, я не знаю, у меня ребенок не инвалид, она у меня нормальная, хорошая девочка, она все слышит, у меня даже никакой ситуации, у меня ребенок не слышит. Многие прикрываются, а кто-то берет и делает. Вы помните, забыла, вылетело имя, на первый день выступала женщина, у меня тоже ребенок инвалидный, у меня такая тоже включила, ну ничего себе, так у меня сложнее ситуация была, да. И люди прикрываются этим, и они не идут никуда, они сидят и что-то ждут. Они сидят и что-то какое-то ждут, а надо взять и сделать. Идите по терминам, предлагайте возможности. Я создала тоже группу специально для мамы, с кахлярной имплантацией. Думаете, кто-то встал и пошел, сделал? Единицы. Девочки сказали, Катя, ну давай я попробую. Но пока, конечно, они меня еще думают, они на меня смотрят. Может, после этого форума тут пару из девчонок, которые слушают. Это шанс дать детям лучшее будущее. Да, в Гусеве, спасибо, ее звали, да. И давайте тоже детям лучшее. Я понимаю, все, я уже сейчас буду закругляться. Давайте пролистаю просто пару слайдов, они у вас будут все равно в записи потом. Ну, в совместные репосты, я думаю, что вы все это знаете, о чем писать. Делаем акцент на продукт, не четко MLM направленный, а в жизни. Стиль жизни. Мне вот это очень нравится. Я даже к некоторым лидерам сама лажу и смотрю, мне очень интересно, как они. Собираем лайки, работаем со своей целевой аудиторией. Я уже проговаривала, как это делать. Подключаем всю команду в Skype, в Viber, ВКонтакте. Спасибо Алексею, если в руку, который сейчас будет. Надеюсь, меня тоже слышат. Я сяду, мы тоже у него в касатке, там он нас добавил в Skype. Мы тоже обмениваемся всеми опытом с Украина. Но знаете, я понимаю, почему у меня сейчас идет хороший результат. У меня есть очень хорошая база офлайн. Я очень хорошо отработала все методы офлайн. Я вот сейчас даже не знаю, как пойдет у моих новичков, но судя по онлайн-лидерам, я очень равняюсь на семью Родионовых. Я не очень хорошо знаю, как работает Анна Черном, но вот Родионова мне, я не могу сказать, как там, о Родионах мне очень нравится, импонирует их система, их подход. Я вижу, что очень огромный рост. Я понимаю, что мои девчонки добиваются то же самого, точно такого же. Но я рекомендую, совмещайте. Очень важен баланс онлайн и офлайн. Вы же все равно выходите с коляской гулять, если молодая мама. Да, если на целевой аудитории молодые мамы работают. А с новой МФ это все равно индивидуальное общение. Но я это сейчас стараюсь переводить в онлайн. Также в ВКонтакте нормально общаться, также через Skype нормально общаться. И к лучшему успеху это правильный баланс онлайн и офлайн инструментов. Ну и, конечно, моя гордость, это моя команда, это те люди, которые действительно стоят за моей спиной, которые меня все поддержат, и они меня вдохновляют на новые достижения. Я уверена, что мы сейчас тоже сделаем новое звание. Я все уверена, что я даю вам подарок фотосессии. Мы вот такую тоже делали, прикольную фотосессию. Мы постоянно после дней команды куда-то ходим, делаем тематические дни команды. Видите, даже в национальных костюмах. У нас вот тоже Саша Зинеевич молодец, он тоже подгонял. И я уверена, что у каждого из вас получится. Поставьте только цель, просто захотите. Вот заведитесь. Не знаете как, начните хоть что-то. Помните, хотя бы лягте в направлении вашей цели, хоть что-то начните делать. И тогда действительно вас будет ждать успех. Ну и жить надо по-японски. Не торописься, не волновайся и улыбайся. Мы с вами знаем, что позитивных людей все равно. Все равно у них как-то все складывается в жизни. И я понимаю, что я очень... Я никогда не жалею того, что происходило в моей жизни. Я понимаю, что я очень счастлива. Мне жизнь очень много дала хорошего. Это значит, что у меня таких даже особо косяков нет. Но это опять-таки наша позиция. Расскажите про мужа. Муж со мной тоже начинал в бизнесе. Но когда был этот кризис, он просто фанат ремонта машин. Сейчас он ремонтирует машины. Но он постоянно сидит с детьми. Он поддерживает меня. Он никогда... Я говорю, Виталик, я на семинарах, ты сидишь с тремя. Он сидит. Переодевать, переодевать. Ну вот, Александр, скажи, есть ли у меня еще возможность ответить на вопросы? Или мы просто завершимся? И на вопросы можно будет ответить. Я отвечу индивидуально ВКонтакте. Я думаю, все. Не задерживать и не комкать, потому что любой вопрос потребует такого развернутого ответа. А у нас уже здесь на связи практически подключился Алексей Сековок. Я думаю, твой спонсор... Да нет, я сейчас буду спрощить все полностью, там каждое слово, все, что будет Алексей говорить. Поэтому если у кого-то остались вопросы, можете задавать мне лично ВКонтакте. Я буду выносить вопросы на стену у себя ВКонтакте, и вы будете видеть ответы каждой. Спасибо всем за внимание. Мне было приятно с вами работать у меня, что я вам зарядилась. Спасибо, Александр, за возможность, за такую организацию, по онлайн-форуму. Это, я не знаю, это такая синергия всех лидеров. Я не знаю, это достойно аплодисментов. Дайте аплодисменты, Александр. Спасибо большое, я включаюсь.